Девушки отдыхают 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 Департамента культуры Приморского края Почетный член Приморского КВН Сергей Валерьевич Матлин Телеведущая общественного телевидения Приморья, общественный деятель, небезызвестная Роза Чемерис Директор Департамента по делам молодежи Приморского края Александр Кайданович Участник высшей лиги в составе команды КВН-4 Татарина По совместительству редактор нашей Приморской лиги КВН Артем Усов Для регалий следующего человека мне потребуется набрать побольше воздуха в легкие Потому что их много Почетный член Приморского КВН Директор школы номер 6 поселка Новый Депутат Надеждинской районной дубы Михаил Эдуардович Скобенко Команды в сегодняшней игре сыграют два конкурса Это конкурс приветствия и конкурс триатлон Команды наши будут разделены на два блока и каждый из блоков сыграет одинаковые конкурсы Для проведения первого конкурса попросим остаться на сцене команды первого блока под ваши аплодисменты Итак На сцене остались команды Макароны по флотски Товму имени Макарова Сборная Новошахтинска, сборная Комсомольска на Амуре, Улёт ДВФУ и Какао Какао ДВФУ Итак Улёт Начнём конкурс триатлон Что он из себя представляет? Этот конкурс является комбинацией двух конкурсов Конкурса разминка и конкурса биатлон Что такое представляет из себя конкурс разминка наверняка все знают Это вопросы и ответы Биатлон это же такая перестрелка с смешными текстовыми шутками Начинаем конкурс триатлон с разминки Вопросы задаёт наше многоуважаемое жюри Кто будет первый? Сергей Валерьевич Матлин Спасибо Приятно, когда аплодируют, когда ещё ничего не сказал Что же будет после не смешного вопроса? Итак, уважаемые команды, вопрос следующий Ну мы все наблюдали недавно Или по крайней мере слышали о том, как в Москве разгоняют облака во время парада Ну таким образом улучшают погоду А вот скажите, каким образом можно улучшить погоду во Владивостоке? Серьёзный вопрос Ребята, тиканье не бесконечное Так, повторяем Ну последнюю часть, да? Скажите, пожалуйста, каким образом можно улучшить погоду во Владивостоке? Да надо просто приморку выигрывать, на гуам лететь и не надо улучшать погоду во Владивостоке Действительно, это была команда Какао Каково Улёт Скажите, пожалуйста, каким образом надо улучшить погоду во Владивостоке? Нужно просто в Москву переехать и всё Там, кстати, сегодня снег был Так, повторяем сборная Комсомольска на Амуре Скажите, пожалуйста, каким образом можно улучшить погоду во Владивостоке? До Комсомольска такие новости даже не доходят Так, макароны по-флотски Хоть у нас и нет такой аппаратуры, Сергей Валерьевич Но объём лёгких наших курсантов просто поражает, раздувая Сагершельда Я уже не спрашиваю, какой объём лёгких у ваших старших офицеров? Сборная Новошахтинска Скажите, пожалуйста, каков объём лёгких? Ладно, извините Скажите, пожалуйста, каким образом можно улучшить погоду во Владивостоке? Зачем её улучшать? Всяко лучше, чем на Новошахтинске Каково каково? Сергей Валерьевич, извините, пожалуйста, можно ещё раз? Я ещё раз попробую Спасибо большое Попробуйте Можно, пожалуйста, вопрос? Повторите вопрос, Сергей Валерьевич Так трудно пробовать Я просто ждал конкретных указаний послевоенных Скажите, пожалуйста, каким образом можно улучшить погоду во Владивостоке? Сергей Валерьевич, дороги бы улучшить Чёрт с ней с погодой Это он сейчас ко мне как к директору департамента культуры апеллировал, я понял Почему-то, да Итак, следующий вопрос от жюри Михаил Эдуардович Скобенко Спасибо Ну, почему-то так случилось, что мы в России очень много работаем Придумайте, пожалуйста, новый праздник Это вы как депутат спрашиваете? Как директор школы Улёт, готов отвечать Мы в России очень много работаем Придумайте, пожалуйста, новый праздник Я вот вообще не работаю, у меня каждый день праздник Сборная Комсомольска на Амуре Мы в России много работаем Придумайте, пожалуйста, новый праздник День разгона облаков во Владивостоке Макароны по-флотски Придумайте, пожалуйста, новый праздник Ну, их эти праздники Вот у нас в училище Что не праздник, то спортивный Что не отдых, то активный Какао, каково? Мы в России очень много работаем Придумайте, пожалуйста, новый праздник День плохой погоды во Владивостоке Михаил Эдуардович, каждый день будем отмечать Сборная Новошахтинска Мы в России очень много работаем Придумайте, пожалуйста, новый праздник Для нас выезд из Новошахтинска как праздник Итак, все ответы получены И сейчас жюри должно принять суровое решение Какая команда покинет нас под улюлюканье и крики позор Жюри совещается Явно проявляя гуманность Вот молодой человек кричит у лед постоянно Причем только одно слово кричит Я за него немного волнуюсь Итак, решение жюри, если она готова Мы долго мучились, кто же скажет эту печальную новость Как ответственность за дороги К сожалению, уходит Новошахтинск Новошахтинск, к сожалению, вы уходите с активом 0,6 балла Итак, продолжаем наш конкурс триатлон Продолжим мы его в формате биатлона Каждая команда сейчас будет говорить по две текстовые репризы Начинаем Макароны по-флотски А спонсор нашего выступления Эксперт в области красоты Краевой военкомат Краевой военкомат Лицам до 27 лет Эпиляция кожи головы бесплатно И вторая Девочка с большим ртом, когда зевает, немного пылесосит Сборная комсомольска на Амуре Здравствуйте еще раз Все бездомные собаки рэперы, потому что их вырастила улица Дальше Голландские ученые открыли чё-то, попробовали чё-то и чё-то не чё-то Улёт Улёт Двухметровый парень не сдал экзамен, потому что он был выше всего этого И вторая Парню было настолько одиноко, что он сам дебоширил и вызывал полицию Какао, какао Добрый вечер Лена хотела, чтобы в ней была загадка, но на стенах в её подъезде кто-то постоянно писал отгадку Не будем здесь останавливаться, какао... Следующее Мало кто знает, но детей из Партизанска, которые провинились, пугают видом из окна Итак, решение жюри Какая-то команда нас покидает, либо штрафной круг, либо любое другое решение жюри вплоть до танца Какая-то пятница для меня тяжёлая Вы директор департамента, у вас каждый день тяжёлый У меня отпуск, кстати, уже полтора часа как Комсомольск Покидает нас временно, не уезжая в Комсомольск Комсомольск, спасибо Вы уходите с активом 7 десятых балла Вряд ли кому-то кроме меня эта информация интересна Продолжаем Макароны по-флотски Очень эмоциональный сотрудник ДПС Объясняя китайцам дорогу, не заметил, как выиграл батл по тектонику И вторая Горбатая девочка, когда падает, кувыркается Улёт Улёт Любой бомж лучше всякого доктора наук знает анатомию голубя И вторая Мальчик с Чуркиным всегда хотел стать кем-то, пока однажды не нашёл пакет с чем-то Какао каково Трагическая новость Очень толстый попугай сломал плечо пирату И следующее Один парень давал животным сложные имена, поэтому на ковёр нагадил Иннокентий Паулович Вечери вновь совещаются Уйдёт ли кто-то сейчас Или мы получим штрафной круг Или кто-то прокричит улёт Сейчас узнаем Да, у нас решение такое половинчатое Мы просим ещё по одной шутке вторую и третью команду Вторая и третья команда, ещё по одной шутке Ну, военных, как всегда, шутки не касаются, поэтому вторая и третья Штрафной круг для команд Улёт и какао какао По одной шутке Улёт Улёт Это был капец Именно так историк с маленьким словарным запасом рассказал о Бородинском сражении Это был капец И какао какао Немного колхозного юмора Принципиальная корова не даёт на первой дойке Итак, уважаемые члены жюри Вам сейчас сложно наверняка Но жизнь вообще штука непростая Ждём решения жюри Оно что-то обсуждает Отсюда я это ещё пока вижу Сергей Валерьевич У нас не бесспорное решение, но оно наше Уходит улёт Уходит улёт С активом восемь десятых Продолжаем конкурс триатлон Практически у нас финал сейчас Давайте поддержим команды финалисты нашего триатлона Молодому человеку некого поддерживать больше, поэтому он молчит Макароны по-флотски, две шутки Мальчик застукавший папу с незнакомой тётей Раньше всех узнал, что мопед лучше мороженого АПЛОДИСМЕНТЫ И вторая Дед учил внука играть в World of Tanks, приговаривая Я так войну прошёл, щенок! АПЛОДИСМЕНТЫ Каково, каково? АПЛОДИСМЕНТЫ Врач скорой после работы по инерции ещё некоторое время у себя дома ходит обутая АПЛОДИСМЕНТЫ И следующая Наркоман уронил в снег кокаин и почистил двор АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, ждём решения жюри. Сергей Валерьевич Ну, нисколько по итогам последнего батла, сколько по совокупности побеждает самая многочисленная команда слева в форме. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Макароны по-флотски получают один балл в конкурсе «Дриатлон». Итак, движемся дальше. Дальше у нас на очереди конкурс «Приветствия». И открывает его команда КВН «Макароны по-флотски», «Товму» имени Макарова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Иль就 Brus一個忙per АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищ командир, вообще-то мы уже станцевали Отлично, переходим к песне Да хватит нам петь и танцевать, нам надо больше шутить Предатель Безбожен? Неверный Становись Товарищи курсанты Товарищ командир, а можно? Можно Машку-Залежку Оставить, глупцы, Мария за сценой О, а я тебе сказал Почему без цветов? Да я их девушке в зале подарил А зачем? Ну может еще чем? Никаких еще, что? Пап, я тут подумал, я не хочу быть военным Ты знаешь, сын Я хотел девочку Но родился ты Ну что, еще есть вопросы? Никак нет Готовы к игре? Так точно Ну что, пескокол Хайпанем немножечко А спонсор наше выступление Никто Никто Не захотел спонсировать наше выступление Итак, смотрим Курсант не хочет видеться со своей бывшей девушкой Ох, ё-моё Никита, ты что, меня избегаешь? Нет, Алён, понимаешь, просто такая ситуация не сложилась Ох, ё-моё Военные А во дворе сразу видно, у кого отец, моряк Ребята, ребята, пошлите в песочницу играть Девчонки, подождите меня Данил, давай Ах, блин, опять не успел Ну ничего, завтра еще поиграем Данил, словом, ловите конферанс Конфи-конферанс Данил, словом, ловите конферанс Конфи-конферанс А следующая наша миниатюра основана на реальных событиях Ничего не на реальных Ну, товарищ командир, мы же договаривались Мы же только ради победы Случай в кабинете у командира Товарищ командир, решите? Да, да, алло, киса, это я Твой тигр Да, я так рад, что стрелы Амура попали куда надо и в нужную цель Нет-нет-нет-нет, ничего не готовь, твой поваренок Вова сделает все сам Что? А, медлячок, чтобы ты заплакала Да, конечно-конечно, сегодня приду пораньше Да, да, потом перезвоню, перезвоню Че хотели? Товарищ командир, мы хотели в увольнение отпроситься Зачем? Ну, с девушками погулять Вы что, службу на бабу променяли? Ну-ка, пошли отсюда Товарищ командир, а разве стрела Амура не попала куда надо? Че? Ну, за... Бегом, я сказал! Военные Итак, настало время моей самой любимой миниатюры Становись! Товарищ командир, может быть не будем показывать эту миниатюру? Давай-давай, объяви Дай мне слово, ведь я конферанс Конфи-конферанс Курсанты огребают по полной ржако Смотреть до конца 18 плюс Да, товарищ командир, хватит уже над нами издеваться Я командир, и я знаю, когда и сколько издеваться И как говорил товарищ Путин А, что сказал товарищ Путин? Ну так, что я говорил? Владимир Владимирович, вы сказали Вперед, сквозь тернии, к звездам Ну да, хорошо сказал Но только не я А Базлайтер Из истории груши Вот А вы чего так напряжены? Ну, Владимир Владимирович, понимаете На кону поездка на Гуам Если что, я с министром обороны уже разговаривал Вы так и так едите на Гуам Это у нас в планах В целом, что хотелось бы сказать Вооруженные силы России всегда и везде должны быть на первом месте Я надеюсь, даже в КВ Я надеюсь, вы меня поняли А жюри услышали Владимир Владимирович А подскажите, пожалуйста, как выиграть в этой игре? А как моряки обычно побеждают? С песней Пойте Пойте С нами мир Путин С нами мир Путин Песню запевай А служба, служба у везде И на земле, и на воде И друга верного рука С тобой любой в виде А если очень повезет Тебя дорога приведет На Тихоокеанский флот А если очень повезет Тебя дорога приведет На Тихоокеанский флот Хорошо спели Молодцы Спасибо А с вами была команда Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Степана Осевича Макарова Макароны по флотски, спасибо Было вкусно Аплодисменты команде Макароны по флотски Военный юмор Это всегда здорово Ну или почти всегда Дальше рвется на сцену Команда из Михайловского района Представляющая целый населенный пункт Представляете, вот это да Сборная Новошахтинска Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Четверть финала попали Вдруг КВН нас затянет А мы не знаем ничего Он просто ступит и молчит А мэр еду нам не дает А сам он ходит здесь с ним Это да, счастливые часы в Кейси Счастливые часы для мэра Добрый вечер, дорогие друзья Вас приветствует команда Команда сборная Новошахтинска И да, мы единственная команда В которой играет мэр Кстати, вот он Опять с нами приехал Ну а что мне одному в поселке сидеть? Вы уехали А из развлечений там только карусель И плакат мистера Креда И кстати, кому-то из вас придется поехать в Кавалерово Я ихнему мэру пятихатку должен А водителю автобуса доверия никакого О, можно я? Всегда мечтал за границу съездить Виталька, с километра от Новошахтинска Это еще не ура, а граница А если Виталька уедет Кто мне куриц будет выгонять? Э, а вы кого курицами назвали? Ну явно не меня А че меня? В смысле не за границу? Сборная Новошахтинска Самая интеллектуальная команда Курицу Слышь, а ты че все время умничаешь? Ну потому что я тут из вас их самая умная Самая умная, это потому что Диплом с Алиэкспресс со скидкой заказала О, Павел Петрович А че это вы штаны снизу подкатали? Идете в ногу с модой? Да не, я их просто зачухал Кстати, недавно наш мэр издал указ о том, что на территории Новошахтинска запрещено ловить покемонов Да, просто он еще сам не всех поймал населением Вообще-то Новошахтинск это поселок городского типа Ну продолжай Типа поселок Типа существует Вород которого нет Да хватит уже Новошахтинск гнобить Нормальный поселок Ну да, он немного своеобразный Ну можно сказать, что он поселок хипстер Че такое хипстер? Ты меньше знаешь, дольше спишь Я вообще удивляюсь, как он просыпается Короче, кто придумает самую смешную шутку На вашей Ахтинске квартире подарю Не все ж вам, землян, как жить О, у меня есть бомбовая В магазине Тепа 47 завезли новые хромосомы Отрубите ему голову, но ему все равно не нужна Сборная Новошахтинска – самый дружный коллектив И только я, только я буду рядом Я буду рядом, чтобы я была Знаете, есть знаменитая фраза Увидеть Париж и умереть Приезжайте в Новошахтинск, там реально шансов больше Итак, случай в Новошахтинском казино Все на красное Настолько черное И только я, только я буду рядом Я буду рядом, чтобы я была А на выходные в Новошахтинск приезжал Влад Топалов Ну а что вы хотели? Май, картошка Итак, в Новошахтинской школе рэпа Скажите йоу! Йоу! Скажите йоу-йоу-йо! Йоу-йоу-йоу! Так, занятие окончено с каждого по 2700 рублей И только я, только я буду рядом Я буду рядом с тобой, я буду рядом И только я Вчера в Новошахтинском училище был день открытых дверей И сегодня будет И завтра Да блин, у нас просто кто-то замок опять спёр Итак, мэр Новошахтинска на авторынке Чё за машина? Хонда Фит Сколько лошадей? 120 120, так 120 Валера заводит обун И только я, только я буду рядом Я буду рядом с тобой, я буду рядом Новости Новошахтинска Завтра в Новошахтинске суббота Ну а напоследок смотрим и узнаём себя Парень ждёт свою девушку возле уборной в кинотеатре Паш, я всё А, Вик, ну сколько можно, а? Гали-гали А пара трубер У нас с тобою было супер Супер во всем Дорогие друзья, ну а что бы хотела сказать в конце? Короче, все наши шутки Это не пранк, а суровая правда жизни Мы хотим сказать спасибо всем нашим топовым спонсорам Хоть мы и хипсеры, но работали все 24 на 7 И хайпанули на изи Чё вы? Вы купили мой панч Вот такой вот мы сельский коллективчик с модными словечками Команда КВН сборная Новошахтинска, спасибо За постоянную поддержку молодёжного движения КВН в Приморье Мы благодарим администрацию Приморского края И лично губернатора Владимира Владимировича Миклушевского Команда Макароны по-флотски благодарит заместителя начальника училища капитана первого ранга Москаленко Эдуарда Владимировича И начальника факультета капитана первого ранга Анциферова Дениса Витальевича За возможность играть в КВН Сборная Новошахтинска благодарит председателя Думы Михайловского муниципального района И директора РУ Новошахтинская Ломовцеву Валерию Владимировну А на сцене команда из соседнего региона, из Хабаровского края Которая снова представляет целый населенный пункт Сборная Комсомольска на Амуре Встречаем! Ну что, Приморская лига, встречай комсомольскую молодежь! Всем привет! Мы начинаем выступать! И всем, кто играет с нами, не забровать! Команда наша под комсомольский продаж Шутки смешные, не лажа, как раньше Как обычно бывает в Приморском КВН Маму с папой зовешь, а они в Комсомольске Все, что хотели, уже давно сказали Настало время побеждать! Комса, погнали! Одна четвертая, че так серьезно начали Владивосток, привет! Друзья, мы приехали из прекрасного города Комсомольск на Амуре Ребят, я так подумал, зритель мог немного забыть про наш город Надо что-то напомнить Да, у меня по этому поводу песня есть Давай! Город сказка, город мечта Эту фразу в Комсомольске не услышишь никогда Так, Ваня! Что ты такое говоришь про наш город? Ну-ка давай быстро исправляйся! Город сказка, город мечта Эту фразу в Комсомольске слышал только раза два Ваня, я тебе даю последний шанс Скажи что-нибудь хорошее про наш город Этот город самый лучший город на земле Скажу я так во Владике, но только не в Комсе Так, успокойся и встань на место! Друзья, давайте познакомимся Это Вадик Вадик такой у нас немножко неадекватный Чтобы понимали, он недавно участвовал в акции Купи чебурек и получи его А чё, нормальная акция? У них завтра такая же с беляшами будет Это Андрей Мы, кстати, вчера с командой ходили в сафари-парк Его там змея укусила Мы сказали, что нужно весь яд высосать Мы, конечно, не ожидали, что он её сразу в дёс набахнет Это по любви и было! Нам очень сильно нравится Владивосток Прекрасное море, тёплая погода Из наших гостиничных номеров вид на пляж Ну, блин, чего-то не хватает В смысле? Точно! Лука в чебуреке не хватает! Вадик, что ты такое говоришь? Мы единственная команда в сезоне Кто не из Приморского края Поэтому нам выступать тяжелее, чем всем остальным Да ладно тебе! У нас вон полный зал фанатов Покажи нам хотя бы одного Ну, например, ты! Ну, тогда ради наших фанатов сборной Комсомольской на Амуре Поехали! Для начала представьте Эксгибиционист в театре Извините, простите, извините Буду танцевать Как Владимир Босняков Котом кусать Как Владимир Босняков Когтями рвать Друзья, наверняка у каждого из вас В институте был именно вот такой преподаватель Итак, представьте На очередной пересдаче Когда я обещал пересдать? Когда должен пересдать ко мне? Ходить когда? Когда? 28-го Сегодня какое число? 29-ое 28-ое, да? 28-ое А чё глазки там забегали? Чё глазки там забегали? Лучше бы не на пары так бегали Когда съёмки тут забегали? Чё не смеёшься? Поздно Поздно Чини билет Так это же повестка Надо бы она, парка Итяни, в КВн, и свои игры Буду танцевать Как Владимир Босняков Котом кусать Как Владимир Босняков А сейчас давайте пофантазируем Парень назвал девушку не тем именем Максим. Прости, пожалуйста. Максим. Ну ты со спины реально на Максима похожа. Максим. Знаешь ли, ты вдоль ночных дорог шла босиком. Максим сказал, что ты меня Лерой назвал. Что? Не слушай его. Ты на Лерку вообще не похожа. Но на Макса со спины прямо вылитая. Дорогие друзья, в последнее время многие знаменитости ведут свадьбы. И спортивные комментаторы не исключение. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать всех любителей свадьбы. Сегодня встречается команда Вадима Хрущева и его помощника. И команда Анастасии Медведевой и ее подруги. Мы слышим мелодию, а значит начинаем регистрацию. Вадим, согласны ли вы взять с жены Анастасию? Опасный момент! Согласен. Блестяще, друзья! Анастасия, согласны ли вы выйти замуж за Вадима? Согласна. Конечно, никакой интриги, ведь мы только сегодня узнали, что этот матч по залету! Объявляя вас мужем и женой, можете поцеловаться. А я напоминаю, что для Анастасии это не первый матч в жизни. От предыдущего даже есть молодежный состав Степан. Ну чё, Настюха, не дождалась ты меня? А вот и интрига! Спустя год дисквалификации к нам присоединился Андрей Гусев. Кстати, именно он до Вадима тренировался с Анастасией. Ну а мы сейчас с вами отправляемся на послематчевую пресс-конференцию в Шашлыков и там узнаем, сработала ли замена. Всем пока! Дорогие друзья, а в конце хотелось бы сказать, нам очень сильно нравится Владивосток. Но в душе все равно у нас, конечно же, Комсомольск на Амуре. Маленький, но гордый город, на отшибе самом, с историей богатой и населением слабым. Все уезжают, рукой прикрывая лица, все уезжают, пытаясь чего-то добиться. Пройдут года, десятилетия и даже сотни, о нем все забудут, но он все запомнит. Проезжая мимо, даже не подав вида, он не злопамятный, он не держит обиды. Часто по ночам, грустно, ветер морозит гости, а он ни о чем не просит, просто приезжайте в гости. Как мама дал нам все, не спрашивая сколько, просит только об о том. Помни, что ты из Комсомольска. С вами была сборная города Комсомольска на Амуре. С любовью, да еще и красивые. Спасибо! Сборная Комсомольска на Амуре благодарит отдел по делам молодежи и физической культуры в лице Екатерины Абрамовой. Главу города Комсомольска на Амуре Андрея Викторовича Климова. И комсомольский филиал международной компании «Додо Пицца» в лице Луханина Дениса Алексеевича. А мы благодарим за поддержку наших партнеров. Официальное издание органов государственной власти нашего края «Приморская газета». А также самый популярный краевой телеканал «Общественное телевидение Приморья». А на сцену приглашается команда КВН, представляющая Дальневосточный федеральный университет «Улет». Дамы и пирожочки мои сладенькие, встречайте на сцене селебрити Юмашева, Богема Сабанеева и ВИП Патриса Ломомбе, команда КВН «УЛЯ»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, Фаско-Кол! Ребят, а где Калюжный? Че, кого ищете, молодежь? Калюжный ты где? А я на Гуаме? Тут вообще офигенно просто... Ты как туда попал? А, ребят, для меня военком ищут. Ну я решил купить военный билет, только никому не говорите. А я слышу, что военный билет покупается в Артёме. Приехал в Артёме, в Артёме я знаю только аэропорт. Зашел в аэропорт, купил билет, там написано «На Гуам». Думаю, нифига меня расприняли и нормально. Ну повезло мне. Только что-то пока в Катарме не видно. Ну ничего, сейчас они быстро внизу армии, там они умеют это делать. Ну вот. Ты че, дурак? Я солдат! Так и вам сон! И ММ! У нас вообще-то КВН! А, КВН? Ребят, слушайте анекдот. Встречается как Тарас, русский, немец и китайец. А он с матами. Ну ладно, всё равно расскажу, потом меня запихаете, да? Илья, у нас в жюри Матлин сидит. Ну, Сергей Малерьевич, ну когда вы приедете? Тут вообще бизнес скучно. Культурой даже не пахнет. Ребят, надо как-то вытащить его на сцену. Калюжный. Тарас сказал, что ты лох. В смысле я лох? Стой там, щас я приду, понял? Так, чё ты сказал? Я сказал, что ты лох. Фу, показалось. Подумал, я плох. А я не плох. Совсем не плох. Я очень даже хорош. Ребята, у меня есть прекрасная идея. Будем делать шоу. Объявляй! 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 Мало кто знает, а по ОТВ в 2 часа ночи тоже показывают передачи. Дамы и господа, встречайте! Ночной калюжный! Приехал из Дальнереченска бесплатно, потому что доказал проводнице, что банан — это новый айфон. Сегодня в программе могли, но не пришли абсолютно все, даже случайно. Музыкальное сопровождение группа «Овощ». Итак, встречайте! Илья Калюжный! Фу, думал, не закончится никогда. Друзья, всем привет! Привет! Прекрасная новость! Прекрасная новость! Наконец-то во Франции выбрали президента. И этим президентом стал Эммануэль Макрон. По-флотски. По-флотски? Нормальная шутка. Друзья, сегодня у нас в гостях прекрасная телеведущая, Роза Чемерис! Роза, поднимитесь, пожалуйста, к нам на сцену Давайте поаплодируем бурными атлантиментами Прекрасная, восхитительная, невероятная, изумительная, блестящая Роза Давайте побыстрее, у меня словарный запас оканчивается Поддерживаем Роза Чемери Чувствую, какая-то подстава Да-да Чувствуете подставу? Конечно, что? Да нет А что от вас еще ждать, друг? Не может быть, не может быть Роза, я столько прилагательных ни разу жить и не говорил Я отработаю Присаживайтесь В вашем кресле сразу тонешь В вашем тоже Роза, мы знаем, что вы обучались некоторое время в ГИМО Как это некоторые? Целых пять лет Ну, для меня это мало Я чувствую, по успехам вы будете учиться дольше На некоторых курсах по несколько раз, чтобы закрепить материал Роза, Роза, я так не договорил вопрос А я умею запутать Вы меня сейчас запутали, да Подождите, потом я буду вас смущать Немного Это давайте потом уже Ну что вы, все здесь Роза, мы знаем, что вы пять лет обучались в ГИМО Потом продолжили учение в Сарбоне Да Потом переехали в Париж Нет, в Сарбоне это и есть Париж Ты уволен Хорошо, хорошо Ну то есть для вас Ну, в общем, поездила старушка везде, да Окей Для вас наверняка не бессмысленны такие фамилии, как Сартер, Киркигор Ну что вы, я даже могу произнести их по-французски Давайте Сартер Не тратьте время, что, в чем вопрос? Вот у меня сейчас пока с вами тут болтаю Ну да У меня стозрел такой вопрос Что вы здесь делаете? Помогаю таким безнадежным, как вы, стать лучше Все-таки совсем безнадежно Вы забрали у меня Все Все, все время Ну я, как настоящая женщина, могу забрать все Хорошо Роза Даже без суда и без развода Роза Женщины поймут и смеются, правильно Мы как-то затеяли Меня команда сейчас ненавидит, наверное А меня любят Вы сами меня вызвали, я не виновата Окей Окей Роза Ваша передача пользуется колоссальным успехом в центре и на западе России Мне так кажется, да И многие известные люди хотели бы вести вашу передачу Давайте посмотрим на экраны, как бы это было Виталий Кричко Что, какой Передача ваша называется, я напоминаю, «Те, кто» Никита Михалков «Те, кто не я, никто» Верно Ким Чен Ын Сейчас как Владимир Путин И чё? Ну вот, если бы я вашу передачу вел Я бы ее назвал «Те, кто, ник» Прикольное название, да? А я готова вас пригласить даже ради этого танца Прекрасно, прекрасно Я не на танец, я на передачу Передача будет называться «Тектоник»? Конечно Я бы даже сказала, ваш личный тектоник Я вам название это не отдам, это мое, я придумал, я, я Легко Роза, поговаривают, поговаривают, вы профессиональный... Вы как-то все не с теми разговариваете, мне кажется Наверное, но поговаривают, вы профессиональный интервьюер И можете разговаривать абсолютно любого человека, мы это уже видели У нас и прилично говорят интервьюер Я плохо разговариваю по-русски Я читаю по буквам даже, я бы сказал Выкручиваюсь, как могу Пока получается, что Но нашему дальнереческому РУВД нужна будет ваша помощь Боюсь отказать даже, конечно, да Заведите гостя Это заключенный, его зовут Тарас Бульбик И вам нужно его разговорить Ну, судя по имени, судьба его не завидна Наверное Знаете, вот на этом листочке мы выписали несколько вопросов, которые вы уже задавали в вашей передаче Опять чувствую подвох Так? Давайте, читайте Чё кого? Давайте по тексту Тарас Скажите, пожалуйста Культура — явление многогранное А массовая культура тем паче Считаете ли вы, что современные постановки в своих интерпретациях изобилуют некоторой посредственностью? Я сознаюсь, я ничего не понимаю Я тоже Браво, Роза, браво, вы справились с заданием Аплодисменты, Розе Прекрасно, прекрасно, Роза Мы бы хотели вас поблагодарить этим прекрасным букетом цветов За это вы букетом не отвертитесь, друзья Команда КВН Улет Не бойтесь творить историю Правильно я все сказала? Нет! Я напоминаю членам жюри, что вам надо будет это оценивать как-то Команда Итак, Приморская лига Благодарит за информационную поддержку Региональное информационное агентство Примамедиа Телеканал 8, а также сеть кинотеатров Иллюзион Также благодарим вице-губернатора Приморского края Илью Николаевича Ковалева И департамент по делам молодежи Приморского края в лице директора Александра Кайдановича Итак, на сцену готовится выйти следующая команда Вновь представляющая Дальневосточный федеральный университет Какао! Какао! Встречаем! На прошлой игре мы поняли, что мы не модные Мы все исправим А что там, погромче сделай Я нарисовал на ладошке лицо Руколицо Руколицо Моя мама на джинсы пришила мне, что? Пуговицо Пуговицо Я в больнице лежал и поставили мне Капельницу Капельницу Я увидел ее и начал рыбать Луковицо Луковицо Ну что, Баскакол, привет! Сразу видно середина мая во Владивостоке Вот люди уже шапки не надевают, а просто на всякий случай с собой в сумке носят Ну что, ребята, четверть финал Очень ответственная игра Мы очень серьезно к ней подошли Ребят, чего вы пялитесь? Вы что, никогда красивую девушку не видели? Я же тебе говорил, это девушка А ты галлюцинация, галлюцинация Ну что, давай знакомиться Саня Так, встань на место, пожалуйста Не обращай внимания, это Русик и Саша, два идиота Это ты два идиота Даже три? Вот о чем я и говорю Ты лучше расскажи что-нибудь о себе Меня зовут Настя, я работаю моделью О, тупорылая подъехала Мало нам трех идиотов, еще и Настя будет Русь, заткнись Вы что, позоритесь? Настя вообще-то дочка мэра У меня батя бандит Мэра партизанская, но мэра же Так, Настя, пожалуйста, сходи, накинь на себя что-нибудь Потому что я хочу хоть раз тебе в глаза взглянуть Ну что, ребята, финал, время удивлять Это четверть-чинал, поэтому просто поговорим, да? Слышали новость? Слышали новость? Сейчас вконтакте можно будет зарегистрироваться Только по паспорту Капец, а дальше что? Чтоб лайк поставить, Нилс нужен? Для репоста три справки из ЖЭКа А мы массы только для крещенных Нет, Русик, это делается для того, чтобы маленькие дети не видели ваши дебильные истории вконтакте Вот что вы вчера выложили Так приятно увидеть из детства лицо В шоу, дружко Айпанем немножечко Так, встаньте на место Нафига вы это выкладываете? Мы стикер с лисой хотим А в полуфинал вы не хотите? У вас есть что-нибудь нормальное? Ага, ага Друзья, представьте На передачу Гослато добавили бочонки с новыми числами Но название придумать так и не успели И ведущему приходится выдумывать на ходу 45 Баба-ягодка опять 105 Баба-ягодка была 60 лет назад 222 Утки-гуси-лебеди 845 Чиполино-ниндзя-рейнджер 300 Смешно 86252 Бабка обиделась на клюшку и улетела на гусях-лебедях воровать микроволновку 1 миллиард 245 миллионов 300 Не, ребят, за 5 тысяч я на это не подписывался До свидания Не, ну если бы мои учителя одевались, так я на русский ходил бы, наверное А то так двух слов связать не могу Так, Настя, ну и что это такое? Теперь учителям так мало платят, что на всю одежду не хватает? Или ты по совету Медведева в бизнес решила пойти? Вообще-то да Я теперь репетиторством занимаюсь Ну-ка, второй закон Киргофа Сумма падения напряжения в контуре равна сумме ЭДС источников Ого, нифига Даже я этого не знал Ну-ка, давай посложнее Третья планета от Солнца Земля Земля — это первая планета Так, стань на место, пожалуйста Не обращай внимания, он просто галактический патриот Марс наш Так, Настя, ну и давай, самый сложный и серьезный вопрос Кто из стоящих на сцене самый красивый? Ну, не считая полубогов Так, ну вот эти два чудика просто на собродячих собак похожи О, я чернобыльдога Это не собака Это ты не собака Камеру вышел на улице Владивостока и у нормальных людей то же самое спросил Посмотрим Если бы вот вас отправили выступать на Евровидении, вы бы какую-то песню пели? Ложкой снег мешая, ночь идет большая Сережа сбрил брови сыну Зачем? Не объяснив причину Матерну бы Евгения Онегина почитал бы Ага В интернете нашел Сережа хватает бритву Я не русский Ты бы какую песню пел? Вот какая тебе нравится песня? У тебя есть любимая песня? Зачем так ждать чего-то так сильно? А Хабанский пиво пьет, ему вообще ничего не ебать Спасибо большое Уходим, уходим, уходим Наступят времена почище Бьется родная в экстазе пылая Они остаются необычные Уходим, уходим, уходим Друзья, ну и в конце Ну и в конце Завтра действительно финал Евроидения и Россия там не участвует Но мы считаем, что это и к лучшему Потому что мы бы по-любому победили с такими-то кандидатами А если бы мы победили, на следующий год оно бы проходило у нас А оно нам надо, вот эти бородатые женщины Мужики в стрингах Румыны Ну, это личное В общем, если захотим какую-нибудь позаруху посмотреть У нас впереди еще Кубок Конфедерации, чемпионат мира по футболу Там точно румыны будут Команда КВН Какао Какао, спасибо, спасибо Каманды Команды Улеты Какао Какао благодарят Дальневосточный федеральный университет в лице директора творческого центра Новоселовой Валерии Валерьевны. А также команда «Какао Какао» благодарит компанию «Эдвин Групп» Наталью Маевскую и Александру Зайцеву за помощь в подготовке к играм. Ну что ж, первый блок окончен. Приглашаем команды первого блока на сцену. Итак, если члены жюри готовы, то я попрошу выставить оценки командам первого блока. Конкурс приветствия максимум 5 баллов. Макароны по-флотски. 4, 4, 5, 5, 5. Сборная Новошахтинска. 3, 3, 4, 5, 3. Сборная Комсомольска-на-Амуре. 5, 5, 4, 5, 5. Улет ДВП. 5, 5, 5, 5, 4. Какао, какао, ДВП. 5, 5, 4, 5, 5. Ну что ж, проводим команды первого блока под ваши аплодисменты за кулисы. И приглашаем на сцену команды второго блока. Сборная РСМ. Осень. Сборная Кореи. Сборная Артема Мадонна. Твой стиль в ГУЭС. Итак, у нас обновились команды, но не только те команды, которые на сцене у нас обновились. Давайте поприветствуем еще одного члена жюри, вице-губернатор Приморского края Илья Николаевич Ковалев. Итак, друзья, переходим к конкурсу «Триатлон» второго блока нашего четвертьфинала. Начнется он так же, как и первый блок, с конкурса «Разминка». Итак, вопрос от жюри. Кто же его задаст? А я сегодня популярна, поэтому я... Роза Чемерис, бурные аплодисменты. Друзья мои, сегодня премьера фильма «Гая Ричи. Меч короля Артура» или «Артура». Если бы, например, предположим, Гая Ричи снимал бы фильм о вас и о вашем городе, то как бы назывался этот фильм? Как бы назывался фильм о вашем городе? Жаль, тут нет Новошахтинска. Итак. Сборная Артема Мадонна. Если бы Гаричи снимал фильм о вашем городе, как бы он назывался? Артем, попробуй выживи. Следующий вариант. Сборная РСМ. Если бы Гаричи снимал фильм о вас и о вашем городе, как бы он назывался? «Защитники-2». Твой стиль. Если бы Гаричи снимал фильм о вас и о вашем городе, то как бы фильм назывался? Ну, если лично про меня, то очень-очень большой куш. Осень. Если бы Гаричи снимал фильм о вас и о вашем городе, то как бы этот фильм назывался? Ну, если бы на премьере фильма вы бы выступали с речью, то ваша речь была бы намного популярнее фильма. Так, видимо, еще одна попытка от сборной РСМ. Я хочу посидеть чуть-чуть. Если бы Гаричи снимал фильм о вас и о вашем городе, то как бы он назывался? Ну, давайте начнем с простого. Кто такой Гаричи? Это человек очень похожий на вас. Спасибо. Сборная Кореи Извините, можно полностью вопрос? Конечно. Для вас все что угодно. Все-таки какое у вас будущее? Кто его знает? На всякий случай. Сегодня состоялась премьера фильма Гая Ричи, очень известного британского режиссера, который называется «Меч короля Артура». И если бы Гай Ричи снимал фильм о вас и о вашем городе, то как бы этот фильм назывался? Ну, короче, он назывался бы точно так же «Меч короля Артура», но вытаскивал бы он меч из поселка Большой Камень. Вот. По-моему, все команды ответили. Итак, следующий вопрос. Кто же его задаст? Зюри встала перед сложным выбором. Александр Кайданович. Дорогие друзья, вы в прошлом сезоне очень много шутили про волонтеров. В связи с этим вопрос. Вам за игры платят или вам запись в волонтерскую книжку проставляют? Вам за игры платят или запись в волонтерскую книжку проставляют? Твой стиль. Вам за игры платят или запись в волонтерскую книжку проставляют? Один-один. Сборная Кореи. Вам за игры платят или запись в волонтерскую книжку проставляют? Нам ставят записи в книгу «Корок». Осень. Вам за игры платят или запись в волонтерскую книжку проставляют? Ну нам, короче, деньги в волонтерскую книжку кладут. И нормально. А сейчас правильный ответ, видимо, услышал. Сборная РСМ. Вам за игры платят или волонтерскую книжку проставляют? Мы берем едой. Сборная Артема Мадонна. Вам за игры платят или волонтерскую книжку проставляют? Нет, нам достаточно книжки и грамоты. Осень. Вам за игры платят или запись в волонтерскую книжку проставляют? Значит, за КВН нам дают пару улыбочек, несколько хлопочков. И вот мама говорит, что очень молодец. Конкурс становится слегка бесконечным. Сборная РСМ. Вам за игры платят или запись в волонтерскую книжку проставляют? Нам стритбар проставляется. Все, больше вариантов не будет от команд. Ждем решения жюри. Какая команда покидает нас с активом 0,6 балла? Напряженное обсуждение. Повисло в воздухе. А можно нам дополнительный вопрос задать, а то мы не можем определить? Вам все, что угодно. Дополнительный вопрос от жюри. Подождите, двум командам мы будем его задавать. Двум командам только. О, ребята, вы вообще в опасности сейчас. Кто же это? Сборная Российского Союза молодежи и сборная Артема. И сборная Артема. Итак, вопрос только для двух команд. Ту-ту-ту-дум. Илья Николаевич Ковалев. Раньше зал, где вы выступали, где выступаете сейчас, назывался Дом культуры моряков. Как вы думаете, куда же они подевались всех культурных моряков? Куда же подевались... Так. Итак, повторите, пожалуйста, вопрос. Раньше зал, в котором вы выступаете, назывался Дом культуры моряков. Куда же они подевали всех культурных моряков? Да они все в макаронах по-флотски сейчас. Так, и версия сборной Артема Мадонна. Была, видимо, эта. Итак, сборная Артема Мадонна. Зал, в котором вы выступаете, назывался раньше Дом культуры моряков. Так куда же не подевались их культурных моряков? Спросите у Сергея Валерьевича. Он по культуре главный у нас. Итак, достаточно ли этих ответов для принятия решения? Да, нам достаточно. Сборная Артема, спасибо большое. Сборная Артема покидает нас с активом 6,5 балла. Итак, переходим к следующему этапу конкурса «Триатлон». К текстовым репризам. Начинаем с команды сборная РСМ. По две шутки. Добрый вечер. Человек, который ехал на верхней полке поезда «Владивосток-Москва», по приезде домой еще неделю перед сном становился ногами на стол. И вторая. Талантливый человек, талантлив во всем. Владимир Путин еще и по подъезду старший. Осень. Одна девочка ограбила пауэрбанк. И теперь в ней ух, сколько энергии. И вторая шутка. Кентавр выкрулил сигарету, и у него отказали ноги. Сборная Кореи. У мальчика с очень большой башкой нет ни одной футболки. И вторая. Бомж, упавший в канаву, определился с жильем на эту ночь. Твой стиль. Здрасте. Да ладно, не надо. Маша начала комплексовать из-за фигуры, только когда стала влиять на приливы и отливы. И следующее. И следующее. Игорь был настолько везучим, что даже упав с пятого этажа, приземлился рядом с пятихаткой. Итак, шутки прозвучали. Ждем решения жюри в этом круге. Какая-то команда покидает нас. Или штрафной круг. Команде «Осень» спасибо. «Осень» спасибо. Команда «Осень» уходит с активом 7 десятых балла. Продолжаем. Продолжаем. Сборная РСМ. Две шутки. Два полицейских не прошли переаттестацию, и теперь они играют в хорошего и плохого сантехника. И вторая. Ученые доказали, что бомжи схожи с муравьями. Они тоже могут утащить металл весом больше себя в 10 раз. Сборная Кореи. Новости истории. Британскими учеными было казано, что во время Инквизиции ведьмы с небритыми ногами горели ярче остальных. Дальше. На Чуркине открылась английская школа для малоимущих. Называется «Эй-Би-Чи». Твой стиль. Лучше дома с родителями, чем где-нибудь в подворотне. Сказал Иван Грозный, убил своего сына. И вторая. Собаки слушают музыку только в формате ВАВ. ВАВ, ВАВ, ВАВ. Итак, каково же будет решение жюри в этот раз? Сборная Российского Союза Молодежи. Спасибо. Сборная Российского Союза Молодежи покидает нас с активом 8 десятых баллов. Движемся дальше. Финал этого блока конкурса «Триатлон». Аплодисменты поддержим финалистов. Это очень непросто. По две шутки. Сборная Кореи. Так. Мальчик с кривым лицом, когда кривляется, ну, вполне себе нормальный. Вторая. Только в России проводница, уходя из дома, закрывает не только входную дверь, но и туалет. Твой стиль. Последний момент Марина хотела сказать «нет» перед алтарем, но жертвоприношение было не остановить. Вторая. Сейчас, мне надо подготовиться. У банкира была настолько черная зарплата, что устроила перестрелку в Гарлеме. Итак. Будет ли решение жюри однозначным? Нет у нас однозначного решения. Давайте второй круг. Штрафной круг по одной шутке. Сборная Кореи. Очень жадный нефтяник. Нет-нет, да отхлебнет. Твой стиль. Анжела хотела изучать флору и фауну, но не поступила и попала туда, где хлорка и сауна. Упростилась ли задача для многоуважаемого жюри? Можно, пожалуйста, еще раз? Конечно, можно. Хоть сто. Итак. Ну, мне... Да. Мне там не стоять, Роман, а вам стоять. Итак. По одной штрафной шутке, может быть, не в последний раз, как знать сборная Кореи. Парни-подкаблучники в резюме в графе «Пол» пишут «Помыл, дорогая». Твой стиль. Мне так не кричат. У девочки с очень... Девочка с очень-очень косыми... Да нет, не так. Другая шутка. Извините, пожалуйста, я... Из личного опыта. Да, подержите. Из личного опыта. Очень-очень жирный мальчик по утрам заправляет кровать майонезом. Итак, готовы ли жюри определить победителя или снова штрафной круг? Судя по анонсам, у Романа еще много шуток. Корея победила. Корея победила. Сборная Кореи получает один балл в этом конкурсе. 0-9 уходит команде «Твой стиль». Итак, друзья, готовимся к следующему конкурсу. А мы тем временем благодарим нашего постоянного информационного партнера «Радио Лемма». Итак, на сцену готовится выйти команда сборная Российского Союза Молодежи. Встречаем. Друзья, перед вами представители Российского Союза Молодежи. А знаете, нашу команду очень сильно любят бабушки и зюганов. Ведь давненько молодежь не была так близка к Союзу. Здравствуйте! Здравствуйте! Перед вами молодая, амбициозная, мужская команда. Мальчики, мужчина здесь только один. Друзья, не обращайте внимания на Диму. Просто у него уровень тестоцерона выше, чем IQ. Ребята, ну это не смешно! Оу! Профессор Икс! Вам что, не нравятся наши суперспособности? Так, может быть, не будем шутить про то, что ЛС, а? Да, мне кажется, это перебор. Это он тебе внушил. Да! Хватит! Когда меня рожали, все грамоты дрожали. Привет, я с КХОМ! Волонтер спасет ваше выступление. Ну и что ты нам смешный шуток принес? Лучше, водичку и начальную песню! Добрались! На этом четверть финале много смешных команд. И непременно в этом зале каждый этому рад. Оцени РСМ и не перебивай. А лучше скажет, сердце, символом черного! Роботы едут в авток. Роботы, смыслые, дедер. Ну что, Фейска Холл? Поехали! Вау! Вин Дизель! Палешь и на поворотах! Ребят, а кто его в команду взял? Вообще-то, я великолепный актер. И как у любого актера у меня есть свое портфолио. Вот! Ну, все мы были молодыми, совершали ошибки. Ну, я так понимаю, ты актер одной роли. Выбирай любую! Ну что, хайпанем немного. О, а это же известный видеоблогер. Но проверять я этого, конечно же, не стану. И вообще, у меня есть зарисовка в тему. На покронах видеоблогера. Отписывайтесь, ставьте свечки. Саша! Друзья, четвертьфинал. Очень серьезная игра. И мы очень ответственно к ней подготовились. Так, за такое нужно поощрять! И благодарность за ответственную подготовку к четвертьфиналу. Так, перестаньте! Ребята, мы всего две минуты стоим на сцене и уже успели опозориться. Две минуты — это действительно позор. Еее! Коман, гааа! Так, с тобой все понятно? Ребята, вы! Ну, покажите мне что-нибудь адекватное. Я че, самый рыжий, что ли? А я че, самый лысый, что ли? Коман, да! А я самый сексуальный. Вообще-то, самый сексуальный здесь я. Ну, я бы поспорил. Ребята, перестаньте! Да что вы здесь устроили? Иван, вы нас извините. Нет, ну если вам нравится, мы можем оставить. Благодарность за самый неожиданный комплимент ведущему. Вручается. Так, пошли вон отсюда! Кто это сейчас устроил? Я. Мне за это обещали футболку дать. Вот скажи, зачем вы копите эти футболки? Что вы с ними делаете? Как ты не понимаешь, каждая футболка, это частичка чего-то большого. Чего? Большой футболки? Ты узнал! Кстати, с ней еще можно миниатюры показывать. Мальчику купили футболку на вырост. Да ладно, сынишка, за лето вымахаешь! Человек, по которому непонятно, заикается он или нет. А какого размера футболка? Икс, 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 икс. На 23 февраля девушка сделала своему парню оригинальный подарок. Ну ничего себе ты заворочилась! Ты еще носки не видел. На китайском рынке. Харифана, вот на размер побольше. Отвечаю, Гуччи. Мне кажется, большому волонтеру нужна большая грамота. Ребята, перестаньте! Это все не то. Чтобы победить, я пригласил на эту сцену участника высшей лиги КВН. Итак, встречайте! А любовь степая, сердце разрывает, горими глазами держит тебя в плену. А любовь... А любовь... Ребят, вы хотите сегодня выиграть? Ну конечно! Так идите и порвите всех! А, не с того начал. Есть сигарет? Нет. Так идите и порвите всех! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, ребят, слушайте, это вообще кто? Да ты что, не узнал? Это же Богдан из Плюшек! Ого-го! Богдан из Плюшек! Ничего себе, Влад Хлеб заморочился! АПЛОДИСМЕНТЫ ЧТОБЫ СООБЧИТЬ ВАЖНОЮ НОВОСТЬ! АПЛОДИСМЕНТЫ Богдан, а зачем вы вообще вышли? Ребят, я в полуфинал высшей лиги вышел. АПЛОДИСМЕНТЫ И, надеюсь, выйду в полуфинал приморской лиги КВН. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Богдан, ну, раз ты уже стоишь на этой сцене, скажи что-нибудь, нашему владивостокскому зрителю. Ну, давай, ты начнёшь, а я продолжу. Дорогие друзья, для нас эта игра сегодня очень важна. Продолжай. Ведь именно сегодня решается судьба нашей команды. Пока молодец. Ведь для нас Приморская лига — это начальные шаги к большому КВН. Вот здесь мне интересно стало уже. АПЛОДИСМЕНТЫ И где бы мы ни были, мы всё равно будем помнить то место, где всё начиналось. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, здесь не убавить, не прибавить. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Приморская Лига благодарит информационного партнера Маркет Радио Вещает во всех крупных торговых центрах города Владивостока Также благодарим нашего информационного партнера телеканал ТНТ Итак, на сцену готовится выйти команда, представляющая Тихоокеанский государственный медицинский университет Осень, встречаем! На сцене осень, поэтому готовьтесь к листопаду из шуток Поехали! Здесь мы снова, шутки готовы, команда вновь всплывет, как будто ниоткуда И в памяти оставим ваш след, ведь мы представляем мир Типа врачи Ушедшая осень, прям без башки Полуфинал сильно очень хочет Мы бы не отказались с того У кого-то сильно, мы просто осень Встречаем в зал на сцене измера Ваша осень! И сумасшедшие ночи Дорогие друзья, на сцене команда из медицинского университета И поэтому... Оголяйте ягодички Вы первый Успокойся! Мы сюда не практиковаться пришли А значит, хочется начать с... Игорь, подожди! А это кто? А помнишь, ты говорил, что нам нужна девушка в команду для разнообразия? Ну? Вот, Злата Я сказал, девушка, а не минотавр! Между прочим, она много чего умеет Да чего она умеет? Лабиринты охранять У нее хороший, поставленный голос По сути! А еще у нее есть талант Ну да, есть это ее талант Слышь, если тебе что-то не нравится, то я могу уйти Да вали, вали, тебя вообще никто не держит На, забирай свои вещи и уходи Вот я футболка Вот вы шорты забирай Вот вы... Мадам, вы себя льстите Вообще-то это не мои вещи А чьи? Варюки! 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 Беспрос! Просто весь Вот это ничего Вот это, говорю, ничего Симпотная Но варюга! Варюки! Не, вы видали? К сожалению, да Я его очаровала А значит, и любого в этом зале смогу А это кого, например? Да вот хоть его Так, стоп! Что происходит? Да тут все не так просто Я все ближе и ближе А он все больше и больше Я-то думала вот такой А вот такой Ты больная? Кто-то сказал больная Хватит! Ребята, понимаете? Чтобы пройти в полуфинал Нам нужно показать какие-нибудь миниатюры Какие у нас есть? Вот смотри, Игорь Есть такие миниатюры? Вот нормально, нормально Пойдет Есть вот такие вот Смешно, смешно Давай которые Смешно! Ну давай, давай Работал в ювелирном Походу я властелин колец А сейчас представьте Скриптонит в бургерной Эта картошка такая сухая Что ее хочется выкинуть Этот бургер такой непрожаренный Что его надо на ревизию Слышь, Казах, ты работать собираешься Сегодня нет? Извините Свободная касса! Представьте В некоем городе появился новый супергерой Человек-муха, прикиньте Человек-муха Человек-муха, вы где? Человек-муха О, Человек-муха Вот вы где, здравствуйте Ладно, в общем, я хочу предложить вам сняться в новом блокбастере Защитники 2 Ну такой меня тянет Дорогие друзья, ну и что хотелось бы сказать Подожди, Игорь Что? Я в последнее время заметил, что мы с тобой очень много общаемся На что ты намекаешь? Как-то на что? Не знаешь пословицу? С кем поведешься? От того и наберешься А если я тоже стану корейцем? А вдруг я уже хангксарам? Чин-су! Ти-да-джи! Матвей, что происходит? Я больше не Матвей Я куджин-пя А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Дорогие друзья, ну и в конце хотелось бы ответить на один вопрос. Почему именно наша команда должна пройти дальше? Ну вдруг кто-то в полуфинале начнет от смеха умирать, а помочь некому. Команда Квеносин, спасибо. Команда «Осень» благодарит ректора Тихоокеанского государственного медицинского университета Шуматова Валентина Борисовича за всестороннюю поддержку и помощь в развитии команды. А мы напоминаем, что официальный хэштег «Игр КВН в Приморском крае» – решетка «Прим КВН». Решетка «Прим КВН» и будет вам счастье. На сцену готовится выйти команда, представляющая целый этнос. Этим она и интересна. Сборная Кореи. Владивосток. Ну что, ФСК-хол, соскучился по экзотике? Встречайте, сборная Кореи. Оля, это что за лишние корейцы? Давай их выгоним. Кыш, лишние корейцы. Они по-русски не понимают. Ну, одно слово они понимают – депортация. А, кстати, а где эти северокорейские «Ким 5 с плюсом» и «Пак 5 с плюсом»? Так я не понял! Кто украл мои штаны? Вы что, вообще идиоты? Если бы не товарищ Пак, ходил бы сейчас без них. Товарищ Пак, спасибо вам за штаны. А, что ты мне спасибо, как будто это мои штаны. Я просто их купил, люблю, ношу каждый день. Вот и все. Я думал, самое страшное, что я видел – это толстая женщина в леггинсах. Я очень сильно ошибался. Ты там заткнись вообще! Я знаю, что вы их украли, потому что вы воры! Да все, иди отсюда, не брали мы твои штаны! А у нас миниатюра северокорейский «Тореадор». Вы что, вообще идиоты? Ну, катай сюда, аж говорю, это вы с ним! Да я же говорю, они крыши! Они мыши! Они мыши! Они мыши! Что, моя людина? Оля, хорошо. Ты нас оплевала. Что дальше? А дальше? Давайте показать совместный корейский юмор! А у нас в Южной Корее, ну, очень много магазинов. Итак, представьте магазин дешевых лоу-киков. Есть подешевле! Закончились! Представьте, Ким Чен Ын в парикмахерской. У вас как обычно? Да. Дорогие друзья, все мы знаем, что в России есть Сколково, а в Северной Корее есть также свои секретные лаборатории. Итак, давайте представим в одной из них. Вот это прикол! Профессор Пак, там проверка. Товарищ Пак, здравствуйте! Недавно мы выделили вам миллион, прости господи, долларов. Итак, показывайте ваше изобретение. Первое изобретение – кепка-невидимка. А где профессор Пак? А где она? А куда она делась? А где? Так, вас вообще-то видно. Странно. А на симпатичных парнях действует. Вообще меня не замечают. Так, что у вас еще есть? Еще у меня есть кольцо интеллекта. Смотрите, я его когда снимаю, вообще ничего не отрубляю. Я его вам, наверное, не отдам. Товарищ Пак, а у вас есть что-нибудь для нашего великого народа? Конечно! Так как наш великий народ вечно испытывает стресс, я изобрела вот это. Стоп! Ну это же просто лава-лампа. На нее смотришь и расслабляешься. Так ты так расслабляется! Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль! Так, прекратите! Вы понимаете, что мы вас за это расстреляем? Да нет. Смотрите, у меня есть еще одно изобретение. Это северокорейский робот! Ого, робот, а он может взорвать всех наших врагов! Ну насчет врагов не знаю. Но танцпол он точно взорвет! Так хватит! Вы понимаете, это мы вас за это взорвем! Да куда там? Смотрите, кроме того, что он офигенный танцор, он еще сможет стать шпионом, которого мы зашлем в Россию! Это интересно, давайте его проверим. Россия! Хорошо! Путин! Хорошо! Трамп! Плохо! Водка! Плохо! Это что? Я тебя как учила? Водка сначала хорошо, потом плохо! Ну, кроме всего этого, он как настоящий русский умеет матюкаться! Ты че, муку ел вообще? Бстрей! Ты че, муку ел вообще? Так как русский! Ты где паркуешься, че, муку ел вообще? Так прекратите! Вы понимаете, что за это мы вас отправим в самое жуткое место на планете! Эх, опять здесь останусь! Пипец! Вот смотрите, позор нации! Так, ты че там делаешь? Мы историю записываем! Эээ, давай перепишем! Вы что, дураки? Историю переписать нельзя! Очень! Идиоты! В смысле идиоты? А вы вообще сосунки! Между прочим, мы у себя в Северной Корее жизнь самого низа прохавали! Да по твоей морде видно, ты там за четверых жизнь хавал! Че ты сказал? Да они крысы! Да они выше! Да они крысы! Так, Оль, ты че вечно командуешь? Ты че самая крутая? Ну вообще-то, мой отец далеко не последний человек! Я еще в середине 90-х годов побывал в Пусане... Так, Оль, ты че намекаешь, что Путин твой отец? Ты че дурак? Я вообще-то намекаю на то, что я офигенный фотошоппер! И если мы не пройдем в полуфинал, на кое-кого из жюри найдется компромат! Да ну не сейчас же, ну вы че? С вами была сборная Кореи, спасибо! Сборная Кореи благодарит спонсора команды детское научное шоу «Меганаука» для детей от 4 до 13 лет! А на сцену готовится выйти следующая команда! Команда, вновь представляющая город, город Приморского края, сборная Артема, «Мадонна», город Артем! Наша команда снова на сцене! На сцене, снова на сцене! Мама сказала, я смешной в КВН-е! А на походу не в теме! Много команд на Гуан захотели! На Гуан захотели! Но аэропорт в Артеме, и мы полетели! Мы полетели! Танцевать! Давайте танцевать! Приморки подбивать! Давайте подбивать! Мадонне! Добрый день! Танцевать! Не надо танцевать! На сцене Мадонна. Мы любимая команда бывшего мэра Артема, а ныне депутата Государственной Думы Нобикова Владимира Михайловича. Слушай, а че они не хлопают? Да они, наверное, не привыкли, что карьера мэра может идти вверх. Друзья, битва за путевку на Гуан продолжается. Пацаны, а на Гуанме море есть? Ну, конечно, оно вокруг, это же остров. Нет, тогда я не полечу. Почему? Да знаю, тут один остров, еще учиться заставят. Кокорин с мячом поставит любую удар, гол! И сборная России выигрывает Кубок Конфедерации. Влад, что происходит? Да я шучу. Парни, а есть какой-нибудь магазин в Владивостоке, где продается крутая одежда? Зара. А че, Зара, давай сегодня сходим. Ребята, ребят. Ребят, а вот нам на прошлой игре подарили сертификат на гонку героев. Так. А что это такое? Ну, это бег с препятствиями в грязи. То есть нам подарили погулять в Артеме? Так и я, успокойся. Ну, извините, теперь вас двое. Шахтеры всем в печали, зарплату не дают. И мужики скучают. Червяка порвал, понял. Друзья, ознакомьтесь, это дядя Витя, Артемовский Билли Миллиган. В нем живет 24 личности, его просто не так давно в шахте нашли. Он там 20 лет один сидел. И теперь на этой почве с ума исходит. Дядь Витя! А? Че ты врешь? Я давно уже выздоровел, я таблетки пью. А, ребят, я на секундочку, меня Марина зовут, я ему эти таблетки на витаминки поменяла. Так это были витаминки. Так дядь Витя! Это я, Андрюша, че непонятно. Андрюша, позови дядь Витю. Витя. А? Че хотели, я мылся? А? Так, дядь Витя, зачем ты вообще вышел? Мужики, проблема такая. Нинка эта, ну которая внутри у меня живет. Она себе походу парня нашла, симпатичного. Заткнись! И что? Че что? У них походу че-то было. Да ничего не было, я просто тебя побесить хотела. Ха, побесить, иди сюда. Витя, только не по лицу! Мадонна начинает! Ну и для начала, не так давно в России заплетили организацию свидетелей Яговых на лестничной клетке. Здравствуйте, а верните книгу, пожалуйста. Немного похулиганим. Бомж-экстрасенс. Не, ну я от такой жизни скоро сдохну. А когда ночью звучит сигнализация, мы выбегаем к машине. А ты че вышел? Это моя машина. Хм, костюм показать. Свети отсюда! Еще раз кто-нибудь до моей машины докоснется, я этим ремнем по жопе надаю. Иди сюда! Друзья, ну и в конце новость. Есть новость поважней! Моя невеста, ты моя невеста. И если честно, мне с тобою так повезло. Влюбился, мужики? Как тебя зовут? Неважно. Короче, я тебя как увидел, сразу в груди че-то ёкнуло. Чуть кардиостимулятор не сгорел. Ты не думай, я мужик нормальный, без вредных привычек. Ну, пью, курю, конечно. Но пью только по пятницам и субботам. Ну и воскресенье. Понедельник иногда, вторник бывает захватываем. Ну и среда, само собой, сам Бог велел. А в четверг я ни капли, я сухой. Я пью. Это Антон, он ко мне никакого отношения не имеет. В общем так, сразу скажу, свадьбы, вот это все люли-мули не надо, не надо, я против. Просто закажем в ресторан, позовем гостей, диджей, тамада, гости, все дела. Но поделим все 50 на 50. С тебя деньги, с меня настроение. Я, кстати, уже готов, вот улыбка. Ну и поступок, чтобы тебя завоевать. Я вас любил. Любовь еще быть может. В моей душе угасло не совсем, спасибо, пап. Кстати, Виктор Александрович, ваш будущий тесть, не займете 500 рублей, как-никак, одна семья, ну. Вот это, это кто такой у меня? Мама, да подожди ты, это что за невестка, встань, покрутись. Ой, ты посмотри, вы с ним построже, он уже был женат. Так, мама! Слушай, я бы сам что сказал, да, я был женат, но мы развелись, мы развелись, не переживай. Ты посмотри на него, скотиняка какая! Два дня дома не ночевал и развелись, нати любите, да? А ты что смотришь глазами своими бесстыжими, а? Мужика из семьи увела и рада, и рада, да? Ты знаешь, что у него двое детей? Ты знала, ты? Мама, мама, это из-за этой тети папы нет дома? Да, дети, из-за этой, вот полюбуйтесь, сидит, улыбается. Разлучница! Так, Лена, успокойся, я тебе сказал, Лена, успокойся, я тебе сказал, я тебе сказал, не думай. Лена! Давай, давай при полном зале жене по морде съезди, давай! Давай, ударь мать двоих детей, Лена, давай! Лена, давай не исполняй! Лена, не трогай меня! Лена, ну уйди, я сказал, Лена, ну я тебя, ну я тебя тоже не знаю, мы жена одна сатана, правду говорят, да-да-да. Слушай, извини, ничего не получится, я возвращаюсь в семью. На чужом горе счастья не построишь, девочка. Так заканчиваем! Ну и в конце. Уважаемая молодежь, совсем скоро в силу вступит закон о том, что детям, не достигшим 14-летнего возраста, нельзя будет заходить в интернет. Для вас, молодежь! Роутер шумит негромко, вай-фай шелестит в ответ. Сидит за компом девчонка, девчонке 13 лет, словно в хмельном тумане, кружится голова. Нельзя посидеть в инстаграме, вконтакте тоже нельзя, чужие фото она не посмотрит, на джой-казино она не зайдет. И Версус Баттл ее не испортит, и книгу Пузовой она не прочтет. Зато теперь у нее будет детство, наконец она выйдет во двор. Сыграет классики, сыграет прятки и расширит свой кругозор. Мадонна, спасибо! Команда Мадонна благодарит депутата Государственной Думы Новикова Владимира Михайловича и мэра города Артема Авдеева Александра Владимировича. А мы напоминаем, что официальная группа Приморского КВН ВКонтакте, Региональная Приморская Лига и Приморский КВН. Добавляйтесь и следите за новостями игр КВН в Приморском крае, а также смотрите видео и фотографии, в том числе сегодняшней игры. Региональная Приморская Лига и Приморский КВН. А на сцене команда КВН, которая хорошо знакома нашим постоянным зрителям, так как этот сезон на этой сцене для нее уже пятый по счету. Чемпион позапрошлого сезона, команда КВН «Твой стиль» в ГУЭС. Ну что, братва, хайпанем немножечко. Команда КВН «Твой стиль» попытка номер пять. А мы пришли сюда за тем, чтобы веселиться и поугарать, если повезет. А песня моя, она как птица, высоком летает и бешено орет. Команда, ребяти, веселите все, дяди! Команда, ребяти, веселите все, дяди! Повезелимся в песках! Ну что, ребята, готовы рвать? Что у нас для этого есть? Вот. Что это? Загуститель. Не густо. Ну и не надо. Мне недавно весь часон приснился. Со среды на пятницу. То есть четверг? Да. Иду я, значит, по лесу. А навстречу мне Иван Апанюк с пустыми ведрами. Весь такой в черных кошках. И смотрит в разбитое зеркало. Ну, короче, все как обычно у него. Подожди, это было во сне? Нет, это за кулисой было. Во сне мы просто победили. Так, Ром, ты серьезно считаешь, что вот с такими шутками мы сейчас выиграем? Ты что, думаешь, я зря свой хлеб ем? Вообще думаю, да. Я думаю, ты вообще зря так много хлеба жрешь. Да ладно, свой. Чужой он зачем ест? Так, успокойся. Четвертьфинал, там удивлять, ага. Удивлять? Ну, это ко мне. Чертый! Так, стоп! И кого ты этим собрался удивить? Ну, не знаю. Вот недавно случай был на поминках. Всех удивил. Так, стоп! Ребята, вы что не понимаете, что мы вообще-то взрослая команда? И мы сегодня должны понравиться как умным людям, так и вот этим вот. Вы приготовили что-нибудь? Естественно. Итак, представьте, риэлтор-экстрасенс. Ну вот, смотрите, здесь будет камин стоять, здесь диван, здесь человек умер. Натяжной потолок. Самый дешевый квест ужасов. То есть вы просто привезли меня в Фокина? Ага, а ты попробуй отсюда выберись. Так, подождите! Ребята, что вы постоянно какую-то дурь показываете? Между прочим, это сложное искусство, сами-то смогите. Ха! Как говорил Ельцин, изи, помоги мне. Так, давайте представим. Рамзану Кадырову подарили медведя. Спасибо, что помог. Помогать людям, это моя профессия. Кандидат в президенты Артём Рогов. Миниатюру показал, и Америке покажет. Так, ребят, мне кажется, это как-то вообще не в ту сторону пошло. Давайте просто сейчас как-то спокойно перейдем к миниатюрам, пожалуйста. А, ну если ты вот так уже просишь, то давайте к миниатюрам, извините. Фантазию! А ты меня жива! Бездомный в казино. Все на черное! Уберите со стола грязь. Ээээ... Да не развал, я не развал. Уберите! Я не развал, я не развал. Фантазию! А ты меня жива! В случае на бандитской стрелке. Давай, покажи. Это гостерка! Вкусненько там. Фантазию! А ты меня жива! Фантазию! Очень необычный случай в казино. Все на красное! Вы не можете поставить воздух. Тогда верните грязь. Вы фантазию! А ты меня жива! Фантазию! Совсем недавно женщине исполнилось 40 лет. А у нее ни карьеры, ни детей, ни семьи. Ребят, кошечку не видели здесь? Кошечка маленькая такая. Я ей рыбные котлетки принесла. А, вот она! Это так будет пахнуть вся моя жизнь! Так зачем вы ее кормите вообще? Как зачем? Кандидат в президенты Артем Рогов. Кошечку покормил и страну прокормит. Фантазию! А ты меня жива! Фантазию! Все мы встречали странных таксистов. Но мы нашли самого странного. Случай недавно... А-а-а! А-а-а! Ты давно здесь сидишь? Да как вы давно приехали, так и сел! Да ты тихий капец! Тебе колокольчик на шею надо носить! На твоей шикарной накачанной шее! Да прекратите! Да все! А, кстати, кошку бездомную заберешь? Да, хотелось бы котенка. Твою мать, где мы найдем ее сейчас? А-а! Матерь Божья! А не, Кайданович! Вечно их путаю, они похожи, капец! Вы что, сумасшедший? Кто? Ты сумасшедший! Прикинь, говорит мне, что я сумасшедший! Ха-ха-ха-ха! Какие шахматы, а? Я за рулем! Хух! Димон! Куда вы едете вообще? Я куда еду? А он куда едет? Подержи-ка руль! Ты куда едешь? Ты куда едешь? В аэропорт! Отпуск у тебя! И куда едешь? А? Че? Не слышу! Далеко! Ты далеко! Не слышу! А-а-а! Он далеко! Получается, я по губам умею читать! Говорит, иди! Иди на! Иди на рост, наверное! Молодец! Патриот! Я же сам не таксист! Я рептилоид! Наполовину человек, наполовину ящерка! Скоро мы поработим эту планету! Мы сделаем вас рабами и заберем все золото и все полезные ископаемые! Ха-ха-ха-ха! 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 А пока таксую! Вы знаете, мы, похоже, приехали! Правильно мне мать говорила! Странная ты, Анька! Странная у меня! Вы что, женщина? Между прочим, девушка! Вот здесь... Да не надо! Дверь снесла! Громче! Прибавь в мониторах звук и качай головой, разбавляя свой досуг слаще! Поцелуй я нежно, воздействимо прежнее, только добро-бро! Громче! Прибавь в мониторах звук и качай головой, разбавляя свой досуг слаще! Ну и что хотелось бы сказать? Ром, позволь мне на правах кандидатов в президенты сказать финальную речь! Пожалуйста! Дорогие россияне! В это непростое для страны время мы должны помнить, что мы едины! Что мы есть Грудь! Это из Стражей Галактики? Это из жизни! Кандидат в президенты Артем Рогов! Он вам не Димон! Он Артем Рогов! Ну и в конце хотелось бы обратиться к жюри! В этой лиге мы играем уже пятый сезон! И все это время всегда проходили в полуфинал! Ну давайте как-то соблюдать традиции! Команда «Твой стиль»! Спасибо! Команда «Твой стиль» благодарит лигу КВН в ГУЭС, а также благодарит организаторов большого сольного концерта легендарного рэп-исполнителя ГУФ, который состоится 13 мая в Сан-Рэму-Холл! Ну что ж, все конкурсы нашей игры сыграны! Я приглашаю все команды сегодняшней игры на сцену! Ну что ж, если жюри готовы, я попрошу поднять оценки за конкурс приветствия второму блоку команд! Первыми выступала команда сборная Российского Союза Молодежи! 4-3-4-4-3 Команда «Осень» ТГМУ! 4-3-4-3-4 Сборная Кореи 4-5-5-5-4 Сборная Артема Мадонна 5-5-5-5-5-5-5-5 Ну что ж, оценки выставлены. Я попрошу членов многоуважаемого жюри высказать мнение по игре. Возможно, кто-то что-то хочет сказать в конце игры. Кто же это будет? Александр Кайданович. Добрый день, добрый вечер, уважаемые команды. Спасибо вам большое за игру. Я думаю, что залу надо похлопать командам за игру. Но команды могут похлопать залу за то, что они их так тепло поддерживали. На самом деле, я знаю, что многие были на школьном финале, который прошел в филармонии. Да, вот с Ксенией мы в жюри сидели. И после того, как я сказал, что я хожу на Приморскую лигу, и там не так смешно, как у школьников, меня многие, конечно, осудили, но сегодня было очень смешно. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что те, кто прошел в финал, да, шесть команд, шесть, а, полуфинал, и кто пройдет в финал, будет вообще очень смешно. И, конечно, вот отдельно хочу сказать спасибо команде КВН Короной Пафоски. Вот вы не можете найти спонсора для своей команды, а вот Иван Апанюк не может найти спонсора для поездки на Гуам. Так что у вас общая судьба. Спасибо, Александр Юрьевич. Так, Михаил Эдуардович Скобенко. Добрый вечер. Спасибо команде. Я местами смеялся. Большое спасибо. Довели меня до истерики экспромтом своим. Вечерняя программа двухчасовая. Команды «Улет» и Леша, сборная Артема Мадонна. Ну, молодец, красавец. Спасибо тебе большое. Все молодцы. Старались. У кого-то получилось, у кого-то не очень получилось. Будем надеяться, что полуфинальная игра будет еще сильнее, чем четвертьфинальная. Спасибо. Сергей Валерьевич Матлер. Всем еще раз добрый вечер. Ну, я понимаю, что команды, когда стоят на сцене, ждут, что про них что-то скажут конкретное. Про все говорить не буду, потому что 10 – это долго. У нас так уже автобусы закончили ходить с Игершельда. Спасибо Макароновым по-флотски, потому что вы не первый год играете. Сегодня наконец-то увидел такую полноценную, качественную игру, когда вы на таком уровне, в общем, были одним из лучших. Спасибо вам. Комсомольск на Амуре. Вам персональный респект, потому что вы и украшение сезона. Я думаю, все у вас будет хорошо. Михаил Дарьевич рассказал, но я… А, Комсомольск отдельное спасибо за свадьбу, кстати говоря. Не принято говорить спасибо коллегам, но Роза сегодня… Я не очень понимаю, как вы там, о чем договаривались. Я не очень понимаю, где там был экспромт, где был не экспромт, но нам было в любом случае интересно смотреть. Артему спасибо, что после прошлого раза вот вы сегодня просто блистали. Вот отдельное спасибо Жарову. Прямо персональный респект. Местами мне это, конечно, кое-что напоминало, но зрители в зале точно не помнят. Вот. Твой стиль, спасибо, что вы пятый сезон с нами и удачи вам. Я так понимаю, что для вас главный сезон в этом году – это Хабаровск. Вот там вам персонально, потому что, по-моему, вы едете, да, там очень скоро. Вот. Давайте будем болеть за твой стиль Хабаровск. Не факт. Ну тогда, Роман, спасибо за твою сегодняшнюю брутальность. РСМ, спасибо, что привезли Богдана. И я так понимаю, что есть куда расти ровно, как и на Новошахтинску, для которого этот сезон в любом случае открытие. Вот. Все было хорошо. В полуфинале мы увидимся. И я так понимаю, мы должны добрать седьмую команду. Все, жюри высказались. Да. Или нет. Тогда оглашение результатов. Итоги первого блока. Четвертое место – 4,2 балла сборная Новошахтинска. Третье место – 5,5 балла сборная Комсомольска-Наамури. Второе место разделили две команды, и именно они становятся первыми полуфиналистами. По 5,6 балла. Макароны по-флотски и улет. И победитель первого блока – 5,7 балла. И третий полуфиналист сегодняшней игры. Какао, какао, ДВФУ. Итоги второго блока. Четвертое место – 4,3 балла осень за ГМУ. Третье место – 4,4 балла сборная РСМ. Второе место – 5,5 балла «Твой стиль» в ГУЭС. И первое место разделили две команды по 5,6 балла. «Твой стиль» проходит напрямую в полуфинал. Также следующие две команды становятся полуфиналистами сборной Кореи и сборной Артема Мадонна. Итак, у меня возникает закономерный вопрос к жюри. Будет ли добор от жюри? Будет. Мы хотим на следующей игре увидеть сборную Комсомольской на море. Итак, таким образом полуфиналистами становятся 7 команд. А именно, макароны по флотски Товму имени адмирала Макарова. Сборная Комсомольска на Амуре. Улет ДВФУ. Какао, какао, ДВФУ. Сборная Кореи Владивосток. Сборная Артема Мадонна, город Артем. И «Твой стиль» в ГУЭС. На этом, друзья, все. До свидания. Увидимся на играх Приморского КВН. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!